Блин, а как ходить? Вот такая вот печалька Такая ничего, тачанка Тут и музыку можно включить У меня бомбит вообще, блин Как-то пахнет здесь невкусно Парни, всем привет! Вы на канале Роман Гоу Всех рад вас видеть Значит, сегодня у нас будет история о том, как я поехал за машиной За очередным инвестиционным проектом Наметки, значит, такие у меня по поиску Где-то до 500к Какой-нибудь крош-овер ликвидный на автомате Скорее всего, японского производства Значит, дело было в самом начале октября 2019 года Но я не просто поехал за тачкой Там в Москву или в Питер, как обычно А я сначала поехал в Сочи То есть я увидел халявные билеты Там по 3000 рублей Почему бы мне и не проехать через Сочи А тем более, что в Сочи Или в Краснодарском крае Можно купить тоже машину найти, недорого И к тому же машина из Краснодарского края Будет гораздо больше цениться в Сибири Нежели там с Москвы или с Питера Потому что там лучше климат, меньше пробеги Ну и вообще, почему-то с Москвы и Питера Какой-то стереотип есть такой Что типа там хуже машины Хотя я не соглашусь с этим В общем, без долгих вступлений Смотрите мою поездку Ну вот аэропорт Толмачева За бортом получается сейчас Градусов 8, наверное, максимум Вот, прохладненько Я, блин, в курте, в кофте, в термобелье В кроссовках, вон в теплых штанах уже Гоняю Пойду оформляться Там уже, как всегда, я в последний момент приехал Уже подходит времечко Регистрация заканчивается Все, приземлился в Сочи Погода классная 21-22 градусов, сейчас солнечно И с каждым днем она будет только улучшаться Где-то до пятницы Вот, ну а там уже пора будет и по делам валить А, да, я на автобусе на красную поляну проеду На нормальной цели А вы на чем ездите? На машине А, в смысле, вы набираете несколько человек? Набираем, но, можно, индивидуально И они скидываются, типа, на ехать На красная поляна? Дешевле на реку Ну, сколько это будет стоить? А автобус все дороже стоит? Нет, автобус дешевле, но на машине А, ну понятно Да я на автобусе, ладно По старинке Сейчас, значит, собираюсь на красную поляну Вот, по пути буду примерно так Каждый день отслеживать Два реки по машинам Здесь по Сочи, по Краснодарскому краю Кавказу Да и вообще по всей стране, в принципе Мне без разницы будет, куда лететь, куда ехать Главное, чтобы заработать денег Лавандосик, баблишко Ну вот, в общем, я и на Красной поляне Что-то быстро доехали Дубльгиз считал, что ехать на что-то больше часа Доехали буквально минут за 30 максимум Вот тут часовенька Такая вот, блин, красотища вообще Забронировал хостел за 0,5к Были хостелы от 290 рублей на Красной поляне Здесь, сейчас иду в хостел, соответственно Чуть дальше проехали Не ту остановку выбрал Ничего, я сейчас вернусь Заодно посмотрю, подышу здесь Чего, как вообще Ого, а что-то здесь тротуара-то нет дальше Смотрите, как я пойду Как бич по этой, по газону Блин, а как ходить Вот эта фишка Не, реально, как ходить по газону По этому идти, то как мне пройти Найду, короче, по газону Вон сзади девчонка идет Вроде здесь, наверное, все так ходят Вот здесь прям узенько так, смотрите Я проехал остановку Но хорошо, что здесь мы на гору поднимались В гору И мне сейчас назад возвращаться с горочки Прям нормально Ой, блин, там вон полиция Смотрите, тут по таким вот тротуарчикам Наземным приходят заходить Потому что О, полиция Потому что больше негде идти А, вот море, гор Здравствуйте Здравствуйте Не бронировали? Да Гордеев А у нас заплаты будут Наличные по карте Да, карточкой, наверное, получу Номер карты Либо по номеру телефона Перевод сделаете? А, да это Оплачу наличкой Я просто думал С кэшбэком Дайте оплатить А, все, хорошо Если переводить, то я лучше наличкой отдам Ладно, паспорт продадите, пожалуйста Конечно Я сейчас вам принесу сдачу и полотенце Заехал тут, погулял в горке гора Так, в принципе, неплохо Здесь красиво Я бы даже сказал, потрясающе Погода хорошая, тепло, хорошо Напомню, что тут официально разрешены казино Это игровая зона Вот одно из казино Достаточно богатенько так выглядит Вот мэр стоял, наверное, приз какой-то или что Но я человек не азартный Я даже выиграл автоматы И так и не научился играть Сколько они были популярны Сколько пацаны бабок в них спустили Я даже не научился играть Поэтому казино меня не привлекает Я знаю, в общем, что есть каршеринг Есть автобусы, троллейбусы замечательные Такси Но вот решил я прогуляться пешочком Неприятная новость такая Что то ли натер ногу, то ли что С пальцем, в общем, какая-то непонятка То ли ноготь, знаете, там что-то задевает Как-то, в общем, неприятно И вот думаю, подорожник сорвать нафиг И использовать Захерачил, короче, подорожник между пальцами Вообще, совсем другое дело Ой, нифига на велосипеде чувак проехал На электрическом Я как из деревни приехал, да? Вот она, эта развязка уже Которая это Сочи, Адлер, Красная Поляна Ну, я так понимаю, мне вот здесь Чуть правее надо идти И все будет нормально Надеюсь, никто в WhatsApp не засидится На обочине Едя на обочине Едя на обочине, или как? Когда будет ехать по обочине? Вот, иду уже, хрест знает сколько Уже пальцы замотал этим пенопластом Пенопластырем О, дошел Вот она, часовня Та остановка Сейчас я пойду там, где-то девушка шла Опа! Наконец-то я дошел Вот, смотрите Видно хостел Вон номер прям просвечивается весь Видите? Окна в пол Пойду Отдыхать До новых встреч До новых включений Ну вот, настало утро Восемь утра сейчас Сейчас пойду затарюсь Пятерочку Посоветую Всех, в принципе, людей Советую затариться Немного едой Потому что в горах очень дорого Чего-нибудь легкого куплю И сытного Все советуют мне пользоваться Каршерингом Не знаю, может прокачусь Попробую Вон уже пятерочка Виднеется Сейчас закупаюсь И в горы Прикол, что такое мацони Продукт Кисломолочный Типа сметана Что-то Вон тоже мацони Ни разу не пробовал Так, что тут, как надо делать Вот машинка Турчинского 79 Забронировать Помигать Так Прогрев И что прогрев Как она греется И так тепло Начать аренду А, вот, завелась машина О, открылся автомобиль Ознакомьтесь С известными повреждениями Сфотографируйте новые Есть ли новые повреждения Так Добавить повреждения Сейчас я тут косяков Надобавляю Блин Лучше перебдить Как говорится Чем недобдить Страховка Без ограничений Соответственно Свидетельство о регистрации И топливная карта Мейджор профи Московская область Так, моя первая поездка В карширинге Уже вон 9 рублей натикало 11 рублей уже У меня вроде как Три сотки там должно быть Все, еду сейчас на розу хутор Вроде нормально Тачка свежая А, здесь такая особенность есть Что без разницы Как ты газ нажимаешь Там сильно, не сильно Можно вваливать В общем, на все бабки Да Здесь, блин Можно 5 минут Только здесь простоять Блин, у меня бабки тикают Пустите меня, блин Ну Ну, давай Мажорчик Блин, а прикольно Ну, конечно, жаль Что намного дороже Вот этот тот же Giva Стоит Mercedes Да, так потестировать Я хотел Смотри, видел Эти Mercedes Стоят Думал, лучше на Mercedes Поэтому А когда увидел стоимость Почти в два раза выше Такой, да я И на Ки Нормально, в принципе Доеду Такая, ничего Тачанка Тут и музыку Можно включить Я слышал Снимают эти тачки Для шпепендоха Ребята Вон, кому Негде Как бы Уединиться Хоп Сняли Отрекодовались И все И дальше побежали Сколько, да? 5 минут 7 минут И достаточно На автобусе Поездка стоила 50 рублей Мне Посмотрим Сколько Мне Намного Дороже Здесь выйдет По идее Если Грузануться Полным салоном Тут 100% Дешевле Будет На каршеринге Ну а если Вот так Вот, блин То не знаю Сейчас посмотрим Сейчас Нужно найти Зону завершения Аренды А Ее Здесь Как бы Нету Вот Возле Кас Там Или Где-то Еще Здесь И, блин Сколько Это Километров Мне ехать Мне надо То есть Я приехал По идее Мне надо На подъемник Ну ладно Прокачусь Но Могу Сказать Что лучше На автобусе Доехал Было бы Проще Сейчас Куда Нигде Мне ее кинуть Искать Тут Нигде Парковаться Нельзя Такая Печалька Не Да Что-то Не вариант Куда Он Меня Погнал Так А где Я Сейчас Нахожусь Вообще Тут Уже Дорога Вон Кончается Я Уже На полтора Километра Уехал Надо Разворачиваться Жесть Вообще Такие Сложности Блин Так Ну Вроде Сейчас Я Уже Приехал Ну Сейчас Попробую Получится Завершить Маршрут Аренду Можно Разрешить Только Завершить Только В разрешенной Зоне Так Я Приехал В разрешенную Зону Вы Выехали Из зоны Завершения Аренды Куда Здесь Каршеринга Куча Стоит Как Мне Встать Куда Еще Куда Встать Жесть Какая Вообще Не Пользуйтесь Каршерингом Разводила Вы Это Он У меня Сейчас Будет Смотрите Вон Сколько Машин Стоит Этих Таких Киев И У меня Гонять Сейчас Будет Неизвестно И Как Мне Надо Встать Чтобы У меня Завершили Эту Аренду Вот Так У Меня Бомбит Вообще Не Поеду Больше Никогда На Каршеринг 179 Рублей Все Она Закрылась Что Она Открытая Как Ее Закрыть Не Знаю Если Вы Знать Где Парковаться Нормально Было Вот Так Мне Не Понравилось Извиняюсь За бомбеж Конечно У Жрителей И У Того Кто Будет Это Монтировать Все Здрасте Так А это Роза Хутор Подъемники Да Есть 1590 Тариф Вот Сюда Пожалуйста Смотрите Ага Один Подъем Один Спуск На Пяти Канадных Дорогах Есть День На Роза Хутор Без Лимит На День С На Всех Наш Гороза Надные Дороги Одни Доступ А Обеды Там же Происходит Где-то Да Горная Олимпийская Деревня В ресторане Берлога Понятно Спасибо Короче Взял Ол Инклюзив С обедом На 400 Рублей Дороже Плюс Там Час Проката Велосипеда Включен Ну и Соответственно Обед Что Нагулять Так Гулять Берется Первый подъемчик О, ничего Сразу В гору Крайний раз Я катался На таком подъемнике С ребятами Мутными В Нижнем Новгороде Ну не так давно Пару месяцев назад И вот сейчас Я уже На Розах Утром В Сочи В Адлере В солнечном Октябре В Тепло Для бутата Какая Красота Поднялся На Розу Пик Здесь 2320 метров Высота Кстати Хорошо Что оделся Тепло Хоть и Температура Где-то 22 градуса Сейчас Но Шортами Здесь даже Не пахнет И капюшончик Пригодился Уже И уже Думаю Где курточка Там лежит Блин Ни хрена себе Здесь страшно На этом Подъемнике То есть О Жесть Вообще То есть То есть Вот это Она никак Не зафиксирована Представляете Вот эта Штуковина Она Вот Она Её Я могу В любой момент Открыть И блин Свалиться туда. А здесь малец высоко, просто очень высоко. Делюсь с ним эмоциями, впечатлениями. Не, реально захватывает дух прям. Реально, ощущение непередаваемое. Смотрите, блин, я сейчас вниз по лечу. Кателось в Дориус. Жесть вообще. Хотел... Блин, жесть. Я вообще хотел историю, блин, записать в Инстаграм. Какая нахрен история? Тут схватился, блин, как... схватился мертвой хваткой здесь. Не, не, я реально, я не шучу, я не играю. Здесь... Фу, ну здесь вроде медленно едет, но, блин, я реально страханул. Блин, что-то ноги еле идут вообще. Перенервничал. Потрясающе. Просто потрясающе. Потрясно. Какой нафиг? Я думал, тут поднялся, спустился и дальше побежал. Нифига, здесь реально целый день надо прям с самого утра, как я приехал. Даже еще раньше можно было, чтобы этот поток людей не успел догнать. Блин, нифига здесь по горам. Я уже и согрелся здесь, уже и курточку можно снимать, наверное. Там очередные запрещатели просили удалить файлы в GoPro. Камера выключена. Камера нет, включена. Пожалуйста, выключите и удалите видео. Съемка пограничных нарядов в пограничной зоне с разрешением начальника отделения или же вышестоящего... А там нельзя снимать? Там можно снимать, просто... С этой. Ну я же не умею. Сами знаете. Да, и здесь сейчас был паспортный контроль. Получается, сюда только граждане России могут пройти по какой-то причине. Наконец-то поднялся. Обсох после этого трудного подъема. Знаете, режим на беговой дорожке, когда немного в горочку выставляешь, там один, два, три. Это вообще не то. Совсем другой уровень. Проход по паспорту здесь, потому что приграничная зона с Абхазией получается. Граница рядом. Не, на беговой дорожке это совсем не то. Честное слово. Сейчас пора подниматься, оделся, потому что сейчас будет ветер, а я немножко все равно спотевший, чтобы не заболеть. Блин, надеюсь, сейчас не так страшно будет, как первый раз. Страшно? Почему никому не страшно? Мне одному только. Так, что-то остановились. Вообще подъемник остановился. Не понял. Прикиньте, остановились. Прям я посреди обрыва и никуда не едем. И все люди вон... А, все. Я думал, что мы все в опасности. Не, поехали. Вот это жизнь. Ребят, путешествуйте. Хотя бы, не знаю, куда есть возможность путешествовать. Не сидите в городе, на своей улице всю жизнь. Просто путешествуйте. Хотя бы лайфхаками какими-то там. Вот, допустим, как я, да, за 3000 билет купил. Билет на самолет перелет в Сибири стоил в полтора раза всего дороже, чем вот покататься сегодня на подъемниках. Но я вообще не жалею ни разу. Что-то жрать охота. Мы спустимся сейчас в горную Олимпийскую деревню. Получается, 1100 метров там высота. О, вот это ускорение прям резко. У-у-у-у. Но главное, там, понятно, там Олимпийская деревня, Родельбан, но главное, что там кафешка, за которую я заплатил бабу Ленцию. Получается, так бы мне все это удовольствие, 1600 вышло, а я заплатил 2000. 1000 с учетом того, что там будет, типа, комплексный обед. Муха. Я услышал, значит, что нереальные ценники какие-то огромные на верху, там, на горах в плане покушать. Но, в принципе, комплексный обед, 400-500 рублей, также в рекламе, по крайней мере, было. Я не знаю, может, берлоги как-то по-другому кормят. Прикиньте, муха не отстает. Берлога. Вам тоже приятного аппетита. Ну вот, подкрепился, пора дальше отдыхать. Что там у нас на, по плану, Олимпийская деревня, да? Да, кстати, позвонил, значит, в горке город. К сожалению, с 1 октября, именно с сегодняшнего дня, палаточный лагерь закрыт. Так что, там переночевать у меня не получится в палатке. Но, я решил переночевать все-таки в горах. Здесь я переночую. Не буду что-то там искать в Адлере, там, где-то в Сочи. Хостел. Переночую в этом же хостеле, в горах. И с утра поеду уже покорять Адлер, Сочи, Абхазию. Вот это та самая Олимпийская деревня. Здесь жили олимпийцы во время проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. И, кстати, небольшой спойлер. На арену хоккейную я тоже планирую заехать. В пятницу там будет матч, вот, где проводились хоккейные матчи на Олимпийских играх. О, здесь уже тачки. Сюда можно, вот видите, на тачках подъезжать. То есть гражданские обычные, не только КамАЗы здесь. Да, здесь все. Огромная смотровая площадка. Вон там туннель, дороги уже общего пользования идут. Пока, Олимпийская деревня! До новых встреч! У меня уже от этих подъемников голова, блин, вся гудит. Надо выбираться отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, я внезапно уже в Олимпийском парке. То есть вон сзади на фоне находится хоккейная коробка, по-простому говоря. Короче, сел не в тот автобус, хотел, не получилось, то есть в палаточный городок, хотел переночевать хотя бы в хостеле в том же горах. Нифига не получилось, потому что сел не на тот автобус, какой-то экспресс. Он вообще какой-то по параллельной дороге какой-то поехал. И все, и прям до самого отсюда переехал, там без остановок. Так что буду ночевать в Адлере, тоже хостел уже подобрал, даже выгоднее получается. В общем, забронировал сейчас номер, иду, вот, подхожу, тоже за 500 рублей. Ну, можно было найти вот 300, так скажем, по Сочи, по Адлеру есть такие хостелы. Ну, просто ближе, куда вот меня автобус привез, по ошибке. Так, что-то в хостел подошел, номер телефона не отвечает. Указаны, и, соответственно, никого нету, ни звонка, ничего нету. Как-то пахнет здесь невкусно. Хорошо, 550. В курсе? Нет, вы еще не знаете, так само? Там 500 вроде написано было, в броне-то моей. Я через это, через букин бронировал. А, через букин бронировал? Да, и что за бронировал? Ну, в течение часа вот. Сейчас я посмотрю. Ага, Гордеев, фамилия. А, все, да. Роман, да? Да, Роман. Да, если что, знаете, я тут делаю детский программ, сейчас. Поле. Чистый. Душ у нас чистый. Угу. Почему все рассказы показали, что потом мы будем какие-то так. Таким образом. Таким образом. Ой. Блин. Сейчас проснулся только. Точнее, полночь не спал, замерз пипец. Пришлось одеться, идти горячий чай пить. Вот номерок хочу показать. Что-то голова аж заболела. Как бы не разболеться, блин. Ночью меньше 10 градусов на улице. Вот здесь комната без утопления, считай, стоит, ну, здесь вот одно открыто. И там вот, из двери выходишь, там считай, как уличное помещение. Там, в балконе, на балконе двери нет. Такие вот дела. Конечно, прошлый хостел в горах, там, в Краснополяне, намного лучше было на порядок. Как-то и здесь, здесь два человека, вот нас было, и из четырех кроватих два человека такое было. И дышать вообще нечем было. То ли самострой, то ли что, без вентиляции, или не продумали, что-то не просчитали. Вот. Такие дела. Чувствую себя, конечно, кусок говна. Ребята, девочки, гулянь, шампанское, все, рыбой, шашлык, кобаба. Гуляй, не хочу. Гуляй, не хочу. Гуляй, не хочу. Гуляй, это что такое? Это Гарита. Гуляй, не хочу. Продолжение следует... Продолжение следует... Вон какой-то то ли вокзал, то ли что виднеется. Вот это мне интереснее посмотреть, чем памятники попсовые. Так же в магазин зайти, в автозапчасти зайти, глянуть, что продается, какие масла хотя бы льют они. Это, я так понимаю, не действующее здание. Вон, стекла выбиты. Где этот вход? Столовая. Ну, это не похоже на центральный вход в столовую. Там, наверное... Хаш, что значит слово хаш, я не знаю. Открытое добро пожаловать. Может, тут эта дверь, это и есть вход в столовую? Что-то даже никакой ни там близки, ничего нету. Не, нифига. Вроде везде написано, столовая, а входа нет. Жарища такая, вообще жесть. Это реально, как задний двор выглядит. Мне здесь тоже закрыто. Видимо, забыли вывески убрать. Лексус праворукий проехал IC250. Интересно. Откуда такой с Японии? А, ну этого нету вот в этой. По стояку. По этому лестничному маржу, получается. О, лестничный работает. Только здесь перегороженная, видимо, здесь не останавливается. Вот еще один новый. Жарящая такая, здесь так прохладно вообще. Ого, сколько их, ну что здесь, сколько их, кошар. Здрасьте. А у вас столовая, да? Покушать есть что-нибудь? А, уже сезон кончился, да? Не судьба, похоже, покушать нигде. А вот так заправка выглядит. Похоже, действующая. Номера, кстати, квадратные прикольные в рафчике. В японском. Реально работает заправка? Не, нифига не работает. Все шланги пооборваны. Это точно значит, что не работает. Проверим, пускают ли здесь на переходе. На переходе. На переходе. Угнал. В японском. Да. Угнал. В японском. Там они открытые все, не ходим по 100 лет Ох, прохладненькая такая А вот одна груша осталась Что это такое? Груша газированная заводка А, нет, ничего нет Гранатовый сок Был, сейчас посмотрим А он какой-то домашний или как? Да, гранатовый А сколько стоит? 50 рублей Уже 50 А вот, почему? А? Почему? Закрыто скоро Все, закрываем, все Осталось, мы распадаем и все Да, вечером здесь побольше народа На конечке Что тут все в евро, что ли? Ниферинай себе Вино Вино Что это? Пятный напиток Ригэс Блэк Я даже не знаю дорого это или нет Ну, типа таких вот шоколадки в этом, в Ярче продаются Они дешевле стоят В чем прикол-то? Здесь почти две сотки, да? В Ярче около сотки такая что А у меня вон сок гранатовый Из Абхазии за 50 рублей Ничего интересного, короче, не нашел ее для себя Постойте пока, может 58 подъедет и поедет Подъедете, в итоге Да, прям Нафига, здесь бассейн есть Даже бурлит что-то там Здрасьте, я звоню, прикольно тут у нас, так вот эта булочка ваша, классно, так смотрите, 18 ящик ваш, вот он получается внизу, вот ключ от него, этот ключ от двери, то есть никого нету, закрываться, выходить, да? Можете закрыться, да, все это закрывается, классно, спасибо, а Сочи парк, вот здесь же эти аттракционы работают, да, а его как вообще лучше, вечером туда ходить или днем? Если ты один хочешь, ну это уже жизнь, у тебя что тебе надо Там входишь и безлимиткой? Да, целый день, безлимиткой ты можешь уйти, поискупаться, вернуться обратно, там ходишь, я работал там Ты уже должен, перед тем как туда идти, ты должен знать где, когда и какие представления будут проходить, то есть парк ты зашел, там прокатился на несколько аттракционов Все готовы? Нет! Раз прогулялся, там в 11, допустим, в 12 начинается дефинарий, очень тоже красивое представление Северный морской дракон Семен Морские котики удивительно талантливы, вы сейчас сами убедитесь Сема, покажи гостям для начала, как самолеты в Сочи приземляются Давай Невероятная ловкость и гибкость у нашего артиста Все, в техфинале сходил, посмотрел, время уже ближе к обеду Раз уже пошел, перекусил, что-то покушал, там ресторан интересный такой есть Если там бюджет-эконом, то вообще у меня пошел спать Пошел в столовку пахава На 150 рублей нормально Опять покатался Хух, это жесть вообще Покатался, покатался У, этого неza Потом, допустим, там цирковое представление начинается. То есть ты должен там уже по программе знать, она там в 3, в 4 или в 5 начинается цирковое представление. Кто вот так просто приходит, они очень недовольны. И приходит семья, да, там 4 человека, там отдают там 5 человек, отдают за вход 10 тысяч рублей и ходят врача целый день. Они никуда не успевают, везде очереди. На американской горке подозритель для пусты никого нету почему-то. Нормально, полетали вообще. Это сейчас, ну, может очередей поменьше. Летом-то очереди, там один аттракцион бывает, под шахтой стоишь в очереди. Зимой вообще по кайфу там 3-4 человека катаются. Вода 20 градусов, а на улице где-то 25, кстати, забыл ее одну мысль снять. С разбегу нифига тут не получится, ноги переломать можно. Ай, жесть вообще. Да, вот такой вот октябрь в Шочи. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok